Сестры, и если сейчас молитва есть о ком-то, да, о чем-то помолиться, то помолимся. Вот, я, значит, хочу поделиться тоже радостью, что вот, да, таки стал я вот дедушкой, вот, значит, да, на этой неделе, да, второй раз дедушкой, дважды теперь, дед, дважды бабай. Так что, да, истина, истина, да, истина, истина, да, уже, да, уже, да, первый раз я еще сомневался, дедушка, не дедушка, но сейчас уже точно дедушка все равно, так что мое дедство, да, такое, ну вот, и дедовщина, можно сказать так, короче, вот, радуюсь вот, с вами делюсь этой радостью, вот, и, знаете, для Бога нет действительно вот этих, ну, преград никаких вообще абсолютно, я потом еще раз убедился на этой неделе, знаете, я имел такое переживание, там от Насти сообщение пришло, рано, часа в три где-то пришло сообщение, ну, ночью еще, где-то два-три где-то так было, вот, и у меня сон-то рукой сняло, конечно, сразу я молюсь, и у меня мысль была еще, думаю, с вечера была мысль, думаю, вот, надо же, Насти сейчас рожает, где-то вот, там, в Туле, я здесь, в Киеве, вот, жалко, что вот так далековато мы друг от друга, я бы, конечно, там побыл бы, вот, значит, но благоставил бы как раз дитязом сразу бы, и представляете, я молюсь вот так вот, ну, два-три часа еще, ночью еще получается, еще засветло, забыл бы, молюсь, благоставляю девочку, да, мальчик у нас, да, ну, это вот внучок, а теперь еще и внучка, вот, благоставляю, вот, и представляете, какое чудо пережил, вот, молюсь за нее, да, благоставляю ее, я не знаю, как они ее назовут, там, но они вроде хотели Алина назвать ее, ну, а я-то по-своему ее называю сразу, два имени, я нарек таких, старых, таких, еврейских именей, одно из них Адар, а другое Гадаса, вот, Адар, это, ну, по-татарски Айдар, а так Адар, кстати, Айдар, он по-разному переносится, переводится, даже Айдар, это как вот, можно перевести немного так вот, если к девушке Айдар обращение, то это как бы лунамикая, Ай, это луна, как бы, ну, месяц в полном своем, как бы, да, да, во всей красе своей, вот, можно перевести их Лунамика, А если Айдар обращение к мужчине, да, то совсем другое значение, это как вот Чубатый или вот, вот, как оселезис называется в украинском, да, вот, у татар тоже у воинов были вот такие оселезисы, и вот если он воин, и у него вот это оселезисы, вот к нему Айдар тоже обращение было такое, потому что он, как бы, такой, ну, как луна, но в другом смысле слова, то есть, да, вот, а по-еврейски Адар, просто без вот это И, вот это Адар, значение примерно то же самое, сейчас месяц Адар, значит, и, вот, ну, там, не буду себе рассказывать, короче, Адар, А Гадаса, значит, это имя Есфири, второе имя Есфири, ну, ее первое, вернее, настоящее еврейское имя, ее, она была такая, девушка такая, как Штирлиц, вставки, там, этого, у Гитлера, значит, в волчьем лобове, вот, значит, а он был, оказывается, совсем, значит, другой, и вот это как раз Гадаса, по паспорту она была Есфири, в общем, тогда по всем метрикам, как бы, и, вот, вышла замуж, стала первой леди, вообще, в стране огромной, там, королевство было такое, что мама не горюй, вот, но никто не знал, что она была, оказывается, девушка-то такая умная, красивая, комсомолка, спортсменка, как говорится, да, вот, и, в общем-то, была наш человек в ставке, вот, значит, и так получилось, что однажды она сыграла такую роль, огромную просто роль, великую, готовился такой холокост, и было бы все гораздо даже плачевнее, чем во время Второй мировой, потому что все евреи жили на территории одной империи, как бы, и власть была у царя, ну, такая, чтобы уничтожить целый народ, как бы, и никто бы не вспомнил больше об этом народе, вот так вот, такая власть была у нее страшная. И сам-то царь ничего себе, он, как бы, так был, не то, чтобы тиран, ну, как обычный царь, царь есть царь, вот, но просто возле него был один негодный человек, который, вот, ну, в воду мутил все, его звали Аман, вот, и такой негодный был человек, который как раз хотел истребить весь род еврейский, и такой антисимит был такой, очень ярый. И вот и Гадаса, она же Исфиль, сыграла здесь такую ключевую роль, такой, и был пост Исфиль, молитва, покаяние, было примирение, народ возопил Богу, Господь услышал, и все так произошло, что, короче, все мексиканские сериалы отдыхают вообще, там все в лучшем таком виде произошло. Ну, целая книга Библии посвящена вот этому чуду, книга Исфири называется, Магеллатостер, древняя книга, которая вот входит в состав Библии, в чат Библии. Вот, так что, ну, а сейчас вот, ой, ладно, я свидетельствую сейчас, что Господь милостив и благ, вот, и что Он жив, и сегодня Он тот же, что в те далекие времена, что времена Исфири и Мордыхая, что и сейчас Он тот же самый. Вот, и любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует к благу. А, ну, и то чудо, которое я пережил-то, я поделюсь-то, как раз, собственно, я так нарекаю ее, молюсь, значит, за нее, и, представляете, прямо вот дыхание младенчика я вот почувствовал, вот это услышал, как бы, я не знаю, как это передать даже, но вот как будто вот маленький, дитя маленькое, вот он дышит, оно прямо вот, и я вот так вот, не знаю, прямо близко-близко очень, запах младенца чувствую, такой, ну, ни с чем не перепутаешь, запах младенчика, именно, вот, новорожденного, запах, ну, непередаваемый, вкусный запах, да, вот, приятный очень, и дыхание ее такое, ровное такое дыхание, я был так ошеломленцем, честно говоря, я молюсь, благоставляю, да, и чувствую тогда дыхание, оно прямо вот так вот, прямо возле меня, прямо, вот это да, я такое чудо пережил, такое, и мне так утешение, утешение таким стало, так легко стало, думаю, вот всякие эти мысли, что вот надо же, что я вот здесь сейчас, я думаю, хоть бы сейчас бы, сел бы и поехал бы, сейчас в пулу, к дочери, значит, но, и не хотелось уже ехать уже, потому что понимаю, что вот, ну, я прямо возле нее был, она возле меня, прямо я благоставлял ее, вот, хотя, там тысячи километров, да, но для Бога ничего нет невозможного, и вот я в этот раз, на этой неделе, еще раз в этом убедился, одним словом, вот так вот, такое чудо пережил, бывает же такое, ну, как бы я сам вот, немного так вот, даже, скажу, такой стресс, приятный стресс пережил, честно говоря, не, ну, всякое бывало, но вот так вот, честно говоря, еще не было, вот так, чтобы вот так молиться за кого-то, да, вот, и вот, и чтобы вот так вот дыхание, так ее вот почувствовать, и запах, и вот что она вот прям, я только глазами не видел ее, а так вот реально, я понял, что она вот прямо сейчас здесь, или я вот над ней прям вот удивительный, конечно, вот, так что вот для меня было такое чудо, такое свидетельство, и все, и я утешился, спасибо Господь, все, все в лучшем, совершенно, в таком смысле, и, знаете, для Бога, действительно, вот этих преград пространственных, их не существует, да, вот, читаем Филиппа, да, как Бог взял и там перенес вообще, там, прочитали ученые, там, сотни километров в одно мгновение, представляете, он просто перенесся и был совсем там на другой дороге, надо же, спасибо Господи за все, спасибо, что и сегодня ты тот же, помните, я рассказывал там свидетельства тоже разных, вот, и Киев может знать такие истории, да, тоже, да, вот просто переносится, я не переживал таких чудес, но вот слышал, вот, ну вот со внучкой я вот пережил, что такое, какую-то близость невероятную, но я не видел глазами, я не был там, да, но я был здесь, в Киеве точно, ну, как бы, я же, это все, но вот ощущение было, как будто вот мы прямо вот так близко-близко, устам к устам, прям, буквально, удивительно, вот, я слышал ее дыхание и чувствовал, вообще, удивительно, вот, помните, рассказывал в Братнессе тоже свидетельства тоже, когда вот, и я потом подтверждал, интересно, в России еще в 90-е годы, когда 50-ники там, миссию проводили с Украины, в Сибири, Дальнем Востоке, там, когда вся группа вылетала из одного города в другой, получается, а одному брату не было билета просто, вот, надо было ему ждать следующего рейса, вот, а следующий рейс уже поздно, и получается, он на служение не попадает, вот это вот, которое они там запланировали, то есть, ну, ну, ничего, без тебя проведем тогда, ты потом можешь прилетать, и дальше уже, дальше будем двигаться дальше своим, ну, дальше у них по расписанию тоже, они вот так вот планировали по всей Сибири, матушке, проехаться там, пробовать и Слово Божье, вот, то есть, вот так вот, и представляете, значит, они богач его забрали, ну, а ты сам просто налегке просто прилетишь, и все, вот, билет твой будет, значит, и, представляете, он, там, вот, вышел из аэропорта, значит, там, ну, так, свежо, все, ну, и сел на лавочке, взгрустнулось, как-то, надо же, братья улетели, они сейчас, на небось, уже подлетают, уже, а я вот здесь вот, мне еще долго-долго сидеть ждать еще, как-то взгрустнулось, сел, и вроде как бы кеморнул, и вот, что-то заснул слегка, и тут же проснулся, ну, я, кстати, как бы, тут же встрепенулся, и как-то похолоднее как-то вокруг стало все, и аэропорт какой-то другой вроде, он не понял даже, зашел в аэропорт, а там табло совсем другое вообще, и он встречает, короче, их рейс, который, на котором те вылетели, объявляет их прилет как раз, он в другом городе, за тысячу верст, приветствую, слава богу, слава богу, благословение вам, вот, значит, и, а те встречают, а он встречает, а как ты прилетел, я не знаю, вот я просто вздремнул, как бы, так, меня как бы, потряс и проснулся уже здесь уже, очнулся уже здесь уже, бог перенес. Удивительные вещи происходят, я верю, что вот эта эра Духа Святого, вот в последние времена, она просто активизируется, сверхъестественная, она должна активизироваться, потому что Господь грядет, потому что по-другому быть не может просто-напросто, потому что он грядет, и этот мир, он весь в сверхъестественном активизируется, просто активизируется сразу и демоническая составляющая, потому что люди непросвещенные, ну, погибающие, общение с бесами, это никто, как бы, да, не отменял, вот, но и активизируются Божьи чудеса в жизни человеков, активизируются в жизни верующих, вот эти Божьи чудеса, потому что, ну, на самом деле, этот мир должен увидеть вот эту славу Божью, этот мир должен действительно, вот это Евангелие Царства, не только информативно, как бы, да, так, услышать, как вот многие понимали, многие понимали, проповедники в прошлое столетие, допустим, что задача Евангелиста, это именно просто, вот, убедить человека в том, что Иисус есть Христос, Он Господь, Спаситель, прими Его, согласись с этим, повтори это, расскажи это, перескажи, докажи, как бы, и вот, и, как бы, вот это уже, уже твое христианство, а на самом-то деле, это намного больше, чем просто убедительные слова, да, чем просто убедиться в том, что Иисус есть Христос, а это действительно жизнь вечная, и вот, вот этот текст, истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня имеет жизнь вечную, не просто там, когда-то, да, будет иметь, когда-то там, ну, в конце веков, там, допустим, да, когда земли, может, будет уже новая земля уже совсем, уже все, новая небеса, а Он имеет уже жизнь вечную, и себя сравнивает с хлебом, Я ес им хлеб жизни. Отцы ваши, говорит, ели маму в пустыне и умерли, Он напоминает им про маму небесную, да, вот это, Хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет, Я хлеб живой, сошедший с небес, ядущий хлеб сей будет жить вовек, Хлеб же, который Я дам, есть плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. Аминь. Вот такие слова, евангельские, я их перечитываю, размышляю эти дни, на этой неделе как раз размышлял, молился, и, знаете, принимая, даже рассуждая, принимая причастие, именно причастие вот тела и крови Иисуса Христа с таким размышлением, рассуждением, что хлеб этот, вот как для человека, наверное, но для меня, к примеру, да, как для человека, да, то это самый лучший образ вообще, вот, запах хлеба вообще, он, ну, один из самых лучших вообще в жизни вообще запахов, для меня самый любимый мой запах, вот, честно говоря, вот из всех запахов, вот запах хлеба я просто, ну, не знаю, для меня это так, это все просто, вот, когда чувствую запах, хожу, ну, это пшенично-разный хлеб, вот, и, знаете, я понимаю, что когда вот хлеб для человека, да, вот, это, ну, пища, да, а Иисус, моя плоть, вот, как этот хлеб для вас, то есть это как вот основное наше, да, вот, а в древности брать там, так вообще-то основное было пропитание человеческое, знаете, то есть сейчас в основном-то уже там многие харчи перебирают, как бы, значит, да, там, или что-то, большая часть чего-то другого едят, да, в древности там, даже мы вот заходили в деревню Иисуса, музей там в Израиле показывали, там, в Сусабо там показывает, да, что в те времена в основном вот только хлеб ели, это как бы основная еда была у них там хлеб, ну, оливковое масло показали, там они как хлеб этот макали, вот главная пища у них крестьян, тогдашних вот евреев, там, проживавших в Назарете том самом, вот, и кто-то спросил там про мясо, они говорят, ну, в те времена мясо, ну, редко когда ели, только на праздники, только вот какие-то там, допустим, вот, какие-то особенные праздники, все, а так будничный день, в принципе, особенно так, не жаровали, скажу так, вот, много работали, как бы, и ели так, не так-то много там ели, как бы, вот, но, и главный, и давний хлеб, вот, Иисус поэтому говорит, когда говорит, что я хлеб жизни, да, то есть, я основная пища ваша, основная, а хлеб уже, а до хлеба уже все, там остальное уже, вот, я ваша основная пища, я принимаю причастие, вот, в эти дни тоже, вот, хлебопреломление, включал, и фьюрь тоже приводит, и знаете, тоже люди причащались, мои причащались тоже, вот, семья моя причащалась тоже, и вот о чем размышлял, что Христос во мне, а я в нем, и вот, и вот это есть, я пропитываюсь им, а он пропитывается мною, вот, и это есть таинство, таинство, вот, веры, приветствую, да, проходите, приветствую, приветствую, слава Богу, я его быстро привела, да, вас зовут? Геннадий, привет, присаживайтесь, присаживайтесь, да, да, слава Богу, так что,